Детей в Приморье смогут лечить на мировом уровне. В регионе появилась новая лапароскопическая стойка. Закупленное для хирургов дорогостоящее оборудование позволит оказывать помощь детям всего Дальнего Востока. Средства на его приобретение в размере 50 миллионов рублей были направлены из краевого бюджета. Мы получили уникальное оборудование, очень дорогостоящее, современное. Как мои доктора говорят, это просто космос, который позволит нам выполнять торокоскопические, лапароскопические операции с очень высоким 4К разрешением и 3D изображением. То есть действительно уровень очень высокий. Мой коллектив женский, в основной массе своей хирурги у нас молодые женщины. И вот они с удовольствием разбирают оборудование, вот эти тракары, щипцы, вот эти, разглядывая эти экраны, все они, конечно, радовались больше, чем каким-то таким дорогим покупкам. Так, первую операцию с использованием нового медицинского оборудования провели в краевой детской больнице номер один. Пациенткой стала новорожденная девочка, которой еще во внутриутробном периоде был выставлен диагноз новообразования в брюшной полости. Как рассказали в медучреждении, операция длилась около часа. Врачи успешно удалили новообразование и уже спустя 20 минут после окончания операции малышка пришла в себя. Новое оборудование, конечно, шикарно. Еще раз повторюсь, это очень четкая визуализация всего. Безусловно, работа на таком оборудовании просто прекрасна. Надеюсь, дальше будем продолжать и развивать в оброскопические операции. Развитие детского здравоохранения находится на особом контроле руководства края и соответствует национальному проекту здравоохранения. Также отметим, что вопросы устойчивого демографического развития Дальнего Востока и Арктики рассмотрят эксперты, представители федеральной и региональной власти, приморские специалисты, а также общественные организации в ходе 8-й Всероссийской конференции, которая пройдет с 6 по 7 июля 2023 года. Анна Дьякова, Новости на Восьмом. Новости на Востоке